Друзья, всем привет! Вы на канале Крохоли в Коке, с вами я, Никита Крохолин. Сегодня я подготовил для вас один очень интересный комплекс по катанию, где мы будем считать разные элементы кокейного катания. В общем, будет, как всегда, интересно, самое главное, полезно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляй комментарий и поехали! Как всегда, уже по традиции, хотел бы сказать огромное спасибо арене Плейсевер за предоставленную возможность для съемки, для создания качественного хоккейного контента. Если здесь что-то не было, обязательно приходи. Новая современная арена, две ледовые коробки, тренажерный зал, просковая зона, зона дриблинга. В общем, есть все самое необходимое для развития, поэтому приходи и прогрессируйте. В сегодняшнем комплексе мы с вами проработаем элементы катания, свяжем их между собой. Давайте не будем долго разговаривать, а начнем тренироваться. Ставим треугольником три баллона. Здесь, в принципе, все ограничено только вашей фантазией. Если вы обратили внимание и смотрите профессиональный хоккей, то большая часть игры это маневренность, то есть подбор шайбы, маневрирование, укрывание корпуса. Да, несомненно, бывают такие игровые ситуации, когда кто-то из защитников, например, провалился на синей линии, нападающий убегает в отрыв, получает пас один в один. То есть там важна скорость по прямой. Но по большей части, опять же, да, все это маневрирование. То есть перестроение лицо, спина, сочетание элементов, выезд, разворот и так далее. Для начала начнем с более простых заданий, потом будем их усложнять. Торопиться никуда не нужно. Основная задача сейчас – почувствовать скольжение, почувствовать, как работает корпус, как работает клюшка. Потому что в любом случае в хоккее вы не всегда катаетесь без шайбы. Важно правильно работать клюшкой, чтобы вы привыкали и применяли это потом при контроле шайбы в реальных игровых ситуациях. Для начала начнем с самых стандартных улиток-виражей. Мы с вами поехали. Поворот влево, выезд и еще один поворот влево. То же самое. Право скользим, никуда не торопимся. Снова толчок с левой ноги на правую скольжение, с правой на левую. Поменяли опору. И еще разочек. Раз. Два. На эту тему также есть целый выпуск. Поэтому, если ты еще не видел, ссылка в описании обязательно смотри. Двигаемся далее. Вираж, либо улитку, как ее называют, можно разбавить кораблем. На верхних баллонах мы с вами будем делать корабль. После этого уходить в скольжение уже в вираж. Давайте попробуем. Начинаем в эту сторону. Если вы левые руки, как и я, то при движении на корабле на левом баллоне вы клюшку оставляете сзади, за собой. То есть сначала идет прокат коньками. Клюшка за собой. Здесь мы садимся также на левую ногу. И здесь уже по аналогии на правую. Здесь уже клюшка перед собой. Раз. Два. Очень важно, опять же, чтобы при корабле вы выезжали пошире, освобождали северо пространство для дальнейшего скольжения. Многие по ошибке выезжают, направляют свой конек на баллон. И для постановки ноги у них просто недостаточно места. Из-за этого происходит ошибка. Садимся. Скольжение. Левую ногу поднимаем и вставим ее. Здесь также. Раз. Поднимаем правую ногу. Ставим. Раз. Два. Три. Четыре. Опять же, не забывайте, что в игре всегда важно быть на скорости, всегда быть в движении. Поэтому важно распределять центр тяжести на коньках. При таком сочетании смотрите, что я буду делать. При повороте в правую сторону я сажусь, давлю правой ногой в лед, толкаюсь и после этого толкаюсь с левой ноги. Здесь наоборот. Я сижу, толкаюсь с левой и после этого с правой ноги я толкаюсь. Спина прямая, сильно не заваливаемся и работаем. Стараемся, чтобы масса вашего тела работала на вас. То есть не надо сейчас там как-то выдавливать мощно и так далее. Ни в коем случае не режь лед под собой, потому что если лед будет крошиться, это уже будет неправильно. Если остаются линии, то это вас будет тормозить. Сейчас давайте сразу так же покатаемся с шайбой, разберем основные тонкости контроля шайбы при этом упражнении. Поехали, ноги вперед, шайба за собой, можно чуть-чуть на себя вытянуть. Убрали вправо, сделали поворот. Здесь то же самое, шайба перед собой. Да, то есть можно переложить ее и так далее. Раз, подтянули, убрали, выехали. Теперь поворот, корабль. То есть самое главное, чтобы шайба не мешала вам в ваших ногах. То есть всегда шайбу держим на дистанции, на вытянутых руках. Здесь нет какого-то определенного здания на контроль шайбы. Самое главное, не нужно ее перебирать, руки всегда вытянуты. В данном случае сначала мы заводим шайбу по необходимой нам траектории. Все, видите, лишний раз ее не перебираю. Здесь наоборот я поехал. Здесь можно потянуть шайбу под себя за счет скольжения нижней руки и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Двигаемся далее. Сейчас мы с вами также можем отработать внутренний разворот, который уже разбирали в предыдущих выпусках. Мы с вами катимся на баллон, делаем ложное движение влево, уходим вправо, перестроение. И с добавлением скрестного шага я делаю скольжение. И примерно по центру нашего баллона я уже осуществляю скольжение лицом вперед. Давайте еще раз. Раз, качнули, ушли, развернули, сидим. Толчок, скрестный шаг, выдергиваю клюшку, выезд. Раз, два, скольжение, скрестный шаг, перестроение. Давайте сразу сделаем это шайбой. Посадка пониже, спина прямая. Ни в коем случае не врезаем совлет коньками. Стараемся почувствовать хорошее оптимальное скольжение. Качнули, убрали шайбу, вокруг шайбы развернулись. Контроль шайбы, скрестный шаг. И здесь можно добавить опять же подтяжку за счет скольжения нижней руки. Убрали, развернули, сидим на ноге, добавляем скрест, выезд. И здесь так же сначала шайба пошла. Раз, разворот, сидим на ноге. Толчок, скрест, подтяжка шайбы к себе. Раз, два, разворот, скольжение, скрест. Выезд. Далее так же это упражнение можно усложнить, добавив в конце разворот уже через другое плечо. Давайте покажу. Ноги пошире, таз пониже. То есть сидим в хоккейной посадке, спину не заваливаем. Соблюдаем дистанцию обыгрыша. И опять же обратите внимание, обманное движение я делаю заранее. Потому что если представить, что это будет реальный игрок, у него так же будет клюшка. И он может дотянуться и выбить нашу шайбу, если мы будем делать перед самым игроком. Поэтому всегда все движения начинаем делать за благовременно. То есть чувствуем дистанцию обыгрыша. Опять же. Показали. Ушли. Развернулись. Здесь скрестный шаг скольжения. И уже через это плечо мы разворачиваемся. И работаем так же в противоположную сторону. Раз. Два. Развернули. Скрестный шаг. И ушли в эту сторону. Сейчас давайте сразу разберемся, что здесь нам важно. При контроле шайбы, чтобы на высокой скорости мы ее не потеряли. Если вы левые руки, как и я, с этой стороны, при развороте через правое плечо, непосредственно в момент разворота я не буду контролировать шайбу. Я просто прокидываю ее себе на ход. За счет скольжения нижней руки с правой стороны я прокидываю шайбу себе на ход. После я разворачиваюсь. И после разворота на лицо уже делаю подбор. Потому что если вы будете работать таким образом на высокой скорости, то есть держать шайбу, пытаться ее завести, то очень великая вероятность, что она у вас раз идет. Немаловажно в этом и в других упражнениях, игровых элементах, держать шайбу в зоне своего контроля. Но не всегда ее нужно контролировать клюшкой, особенно при каких-то резких разворотах. Вот я поехал, развернулся. Сидим раз, два. И за счет скольжения нижней руки шайбу себе на ход. И после поворота вы ее уже накрыли. Здесь, как я уже объяснял в предыдущих выпусках, руку чуть спускаем, чтобы шайба пошла по короткой траектории. Раз, два. Развернули. Сколезим. Шайбу себе на ход. Развернули. То же самое. Право показали, влево ушли. Сидим. Руку чуть спустили. Ротворот для шайбы по короткой траектории. Раз, два. Сидим. Прокидываем шайбу на ход. И так далее. Далее мы будем делать подобное упражнение. Только непосредственно само перестроение на верхних баллонах. Мы будем уже делать не через дальнее плечо, а через ближнее. Также для разнообразия добавим дуги лицом. То есть вот я поехал. Сюда. Сюда. Здесь я делаю разворот лицом в поле. Также толчковое движение. Можно перестроиться. Также добавить разворот, который мы с вами делали в предыдущих выпусках. И так далее. То есть выезд. Раз, два. Выехали. Развернули. И так далее. Можно вернуться обратно. Самое главное, ключевой момент, что бы я вам хотел объяснить. Это момент перестроения лицо-спина. Когда я выезжаю лицом, очень важно своевременно коньки на верхней части нашего баллона уже развернуть боком. Выезд. Разворот коньков боком. Немного скручиваем наш корпус. И толчок у нас будет осуществляться с левой ноги в данном случае. То есть если я буду сидеть на правой ноге, то даже сделать движение ногой, я не сработаю в полную мощность. Садимся на левую ногу. Делаю толчок с левой ноги. Переход в крестный шаг. И здесь, да, то есть, либо поворот. Либо, как мы с вами уже учили в предыдущих выпусках, можно сделать разворот, да, на одной ноге. То есть выезд, разворот, через корабль уйти. Здесь то же самое. Коньки уже развращу на тот борт. Толкаемся по ноге с правой ноги. Почему очень важно развернуть коньки правильно? Потому что если вы сделаете движение слишком поздно, то есть вот здесь, вам нужно двигаться туда, хорошего толчка при такой постановке ног не получится просто-напросто. Ноги работают не в полную амплитуду. Поэтому разворачиваем сильнее коньки. Вес на дальнюю от баллон ногу. Толчок с последующим перестроением. То есть, в принципе, здесь уже работает ваша фантазия. Выезд, толчок с правой. Ушли сюда. Перестроение, разворот коньков, толчок с левой ноги. Выезд, можно в обратную сторону. И так далее. Также шайба, в принципе, никаких секретов нет. То же самое. Старайтесь меньше перебирать, не закрепощать нижнюю руку, не прижимать руки к себе. То есть, я выжимаю, выезд, начинаю делать движения ногами, после этого вытягиваю шайбу за собой. То есть, вот у меня руки вытянуты, толчок с левой ноги, переход, скрестный шаг, подтяжка шайбы. И также можем предбить в эту сторону, развернуться. С этой стороны по аналогии. Сидим на правой ноге, толкаемся, скрестный шаг, спускаем руку, поворачиваем. Повторюсь. Я вам показал некоторые варианты, которые возможны. Как вы их будете комбинировать, зависит только от вас. Чем больше у вас технический потенциал, тем наиболее вероятно, что тот или иной элемент вы примените в игровой ситуации и останетесь в более выигрышной позиции. Друзья, сегодня на этом все. Не забывай подписаться на мой канал, оставить комментарий, поставить лайк. Также включаю уведомление, нажав колокольчик. Да, я говорю это в каждом выпуске, потому что многие смотрят и не подписываются. Очень прошу вас поддержать мои труды этими нехитрыми действиями. Это поможет в продвижении ролика, и больше людей вместе с нами будет прогрессировать в хоккейном мастерстве. Поэтому подписывайся, ну и до скорых встреч, друзья!